Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии 13 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку и совершил ДТП 15 марта. Сообщения об авариях в новостных лентах по количеству, увы, лидируют. О безопасности дорожного движения говорили накануне на правительственной комиссии. 1932 ДТП, в которых 254 человека погибли, 2406 ранены. Таков итог прошлого года. Согласно статистике, цифра, конечно, ниже, чем в 2013. В целом, по республике количество аварий сократилось на 5,7%. Подпортило картину ситуация в некоторых районах. Наибольший рост количества происшествий зарегистрированных территорий Яльчинского района. Количество ДТП территории данного увеличилось на 77%. В Порецком количество ДТП возросло на 25, Яльчинского на 20. При этом хочется отметить, что эти районы не самые высокие интенсивные движения транспортных средств. Нередко в сводке происшествия фигурируют маршрутки. Транспортная дисциплина на этом виде перевозок, как известно, страдает. О том, как ездят водители маршрутных такси, слагают анекдоты. Найдена причина многих ДТП. Маршрутки не успевают отражаться в зеркалах заднего вида. Впрочем, чаще всего бывает не до смеха. Для борьбы с такими нарушениями, как, к примеру, перегруженность, в прошлом году госавтоинспекция провела 9 рейдов автобуса и другие мероприятия. Также среди распространенных причин ДТП назывались две российские беды. Плохое состояние дорог и нетрезвые водители на них. В состоянии алкогольного опьянения в 2014 году задержано 750 водителей. Операция «нетрезвый водитель» в республике также проводится регулярно. Ольга Пыречкина, Республика.